Актерам часто приходится умирать в спектаклях и в кино. Такие сцены требуют отдельного напряжения сил, концентрации, энергии, большого актерского мастерства. Но случается, что смерть артиста оказывается настоящей. Евгений Урбанский после роли в фильме «Коммунист» получил приглашение сниматься в Голливуде. Американские продюсеры увидели в нем секс-символ, который покорит миллионы женщин. Людям хлеб нужен. Понятно тебе? Хлеб! И его, ну как это бывало, конечно же, не отпустили. А почему для нас должно быть примером обязательно Голливуд? Еще одна удача. Фильм «Чистое небо». Что в Америке, что в Советском Союзе, такие герои вызывали не просто восторг. Такие персонажи давали надежду, что все пройдет, забудется война и другие катастрофы, и появится настоящий мужчина. Огромный, широкоплечий, с сьющимися волосами. То есть он олицетворял собой мечту всех женщин, которые остались после войны вдовами или старыми девами. На съемки фильма «Коммунист» к нему приезжала жена. Дело было в Переславле. Тот разговор ранним утром она не забудет никогда. Мы вышли, идем так по какой-то лужаке, вдруг он сразу говорит, вот моя могила. Я восстанавливаюсь, а там приготовлены, ну, сцена похорон. Потом она не вошла в фильм. Там могила вырота, крест стоит. Он погибнет, когда ему будет всего 33 года. Глупо, странно, исключительно по собственной, как это не жутко звучит, инициативе. Я планов наших люблю громотье, размаха, шаги, соженьи. Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сражение. В жизни Евгений Урбанский был далек от экранных воплощений. Приехал он в Москву из Северной Ухты с зажатым провинциальным юношей. Сначала учился в автодорожном институте. Исключили. Ему все это было неинтересно. Рано женился, родился ребенок. И вдруг Урбанский поступил в школу-студию МХАТ. Но развалилась семья. Он не был приспособлен ни к семейной жизни, ни к заботе, ни к каким, так сказать, профессионально-семейным делам. Потом Евгений Урбанский прожил 4 года с актрисой Татьяной Лавровой. И ушел от нее к женщине, которая показалась ему еще интереснее. Дзидри Риттенберг, звезде фильма «Мальва». Что же теперь? Не ходить к тебе, что ли? А? Ну, не буду. Ты ведьма какая! Я знаю одну даму уже в возрасте. Вот она рассказывала, что когда Урбанский вместе с женой шел по улице, то останавливалось движение. Такая была красивая эта пара. Они были красивы, молоды, но не хватало денег. Им обоим казалось, что они достойны лучшего. Хотелось нормальную квартиру, но почему-то Урбанскому власть не дала за прекрасные роли в кино квадратных метров. Дзидра ведь вспоминала, что когда Урбанский уезжал на эти съемки, она пришла домой, а он лежал на диване. Лежал бледный, задумчивый. Казалось, что он уже вот не здесь. Дзидра была беременна, когда Урбанский согласился принять участие в фильме «Директор». Он зачитывал ей куски и сценария. Вместе решали, соглашаться или нет. Решение принималось долго и сложно. Он говорил, что он не хочет ехать, что ему не очень нравится сценарий, что у него нет настроения. Но надо ехать, потому что нужна квартира и вам, то есть мне с дочерью, и нам с Дидрой. Ключевые сцены фильма «Директор» снимали в пустыне в Узбекистане, за 30 километров от Бухары. Жара, песок – предел возможностей героев фильма и всей съемочной группы. Сюжет с этим связан, с преодолением трудностей. Этот пробег, кто победит, наша, советская или же американская, или французская техника машины. Важный, но технически сложный эпизод актер хотел сыграть сам. От каскадера он отказался. В кадре автомобиль, за рулем которого находился главный герой, как на трамплине взлетал над барханом и падал на землю. В советское время не было понятия «продюсер», который определяет на съемочной площадке все. И каким должен быть сценарий, и сколько кто получит, и чем и кем стоит рисковать. Тогда каждый режиссер был по рукам и ногам связан различными надстройками, многочисленными киночиновниками, которые определяли, что надо в картине и что не надо. Каждый сценарий, где есть какой-то трюк, отдавался в специальный отдел, так и называется, отдел техники безопасности. И вот этот отдел, проверяя, так сказать, сценарий на предмет опасности, писал свое заключение. И вот это заключение становилось главным документом для съемочной группы. Для фильма «Директор» тоже были выделены каскадеры, определен порядок съемок всех опасных сцен. Но Урбанский сам захотел взлететь на машине над барханом, хотя никто его об этом не просил. Каскадер один, который рассказывал, мы ему говорили, «Жель, ну зачем тебе надо? Ну давай мы посадим костюм твой каскадера, и все, другой за рулем, и снимем». План-то не крупный, а где-то средний такой. Ну и все. Нет, я буду сам. Режиссера картины Алексея Салтыкова в тот день на съемках не было. Он улетел в Москву сдавать отснятый материал. Вместо него на площадке остался второй режиссер Николай Москалетко. Никто не думал, что Урбанский рискует жизнью. Но получилось следующее. Получилось, что там какую-то скорость набрал, а когда по песку пошел вот этот бархан и хотел, чтобы все думали, что он слетит и сядет и проедет. Не получилось. И решили, значит, снять второй дубль. За съемки трюка платили большие деньги – 280 рублей. А поскольку Дзидра ждала ребенка и хотелось купить уже кооперативную квартиру, то Урбанский решил сам сняться в этом эпизоде. Если бы не необходимость зарабатывать из последних сил на квартиру, этого бы не случилось. Но другие с гневом отвергают эту версию и говорят, что на страшный риск Урбанский пошел, потому что всегда хотел совершенства. Он исключительно серьезно относился к каждой секунде своего пребывания на экране и всегда добивался идеала. Ну, конечно, налицо нарушение. Ну, зачем идти на поводу актера? Мало ли, что актер даже просит. Машина пошла в веке и перевернулась. И все накрыло. Ну, водитель, насколько мне говорили, он отделался там, ну, может, перелом, чего-то такого было. Но он сконцентрировался. А его вынесли. Урбанский был сильным молодым мужчиной, но каскадерских навыков не имел. Не успел группироваться и сломал шейный позвонок и страшно разбил себе голову. Была пустыня, песок, и не было даже воды, чтобы раны ему омыть. Помчались каскадеры, на машине привезли врача, но через 45 минут Урбанского уже не стало. Когда Дзидра услышала о том, что мужа больше нет, до рождения их ребенка оставалось всего два месяца. Родившуюся девочку назвали Евгений. Евгений Евтушенко написал на смерть Евгения Урбанского балладу о совершенстве. Она заканчивается словами. Как ты упал в пустыне Женька, как победитель, а не жертва. И также вдаль, наискосок, тянулись руки к совершенству, недостижимому блаженству, хватая пальцами песок. Мы смотрим любимые фильмы и не знаем, что за многими эффектными эпизодами скрываются настоящие драмы, когда актеры были на волосок от гибели. Прямо на глазах у всей съемочной группы. В любимом всей страной кинофильме «Три мушкетера» герои все время сражаются на шпагах. И мало кто знает, что одна из сцен чуть не закончилась смертью Михаила Боярского. Шпага противника пронзила небо артиста. Я говорю, нужен еще один дубль. Встали, приготовились, Боярского нет. Где Боярский? За угол зашел, и смотрю, вижу, что он плюется кровью спереди. Я говорю, что, Миша, что такое? Шпага не дошла два сантиметра до мозга. Врачи говорили, после того, как Боярскому зашили небо, он не то что петь, говорить нормально не сможет. А он дал концерт на следующий день. И когда на следующий день врачи посмотрели его у Горова, они удивились. От этого гимнастики, видимо, все зарубцевалось. Фильм «Воры в законе» был лидером проката. Мафиози, криминал, погоня с перестрелками. В одной из сцен герой Амаяка Акопяна сам отпиливает себе руку. В то время не было компьютерного эффектов. Не помог бы и дублер. Мы пошли на рынок. Мы купили кожу поросячью, розовую. Постригли ее. Потому что она чрезвычайно была волосатая. Манжет я себе такой сделал из поросячьей шкуры. Сам сшил небольшой. Из тонкой, мягкой стали, из консервной банки я сделал себе браслет. Под браслет мы запихнули пардон, презерватив. Его наполнили морсом красным, клюквенным. Съемочная группа была в восторге. Кровь из клюквенного морса била очень эффектно. Только во время второго дубля пила соскочила, и Акопян со всей силой и азартом полоснул себя по-настоящему. и мог умереть от потери крови. Мне было потом тяжеловато выйти из этого психологического состояния. Я три дня какой-то ходил неадекватный. После съемки мне налили стакан водки, и я выпил его. И ничего не почувствовал. Так мне было хорошо. Николай Губенко с восторгом принял в начале 70-х предложение сняться в фильме «Если хочешь быть счастливым». Вторую главную роль дали его жене Жанне Болотовой. Губенко играл летчика, который совершает аварийную посадку и выбегает горящим из самолета. Но противопожарный костюм не помог уберечься от страшных ожогов. Коля бежит объятый огнем, наконец-таки добегает почти до камеры, я хочу этим «Косите!» Они его гасят. Три месяца ходил Николай Губенко к врачам. Я был бы виноват, точно, потому что я был на площадке. Коля – мужественный человек. И он скрыл. И Бет, и Жанна Болотова, его жена, тоже скрыл. Все актеры выполняют на съемочной площадке волю режиссера. И если он говорит, что дубль никуда не годится, значит, сцену повторяют. Актриса Инна Бурдученко погибла во время третьего дубля. Инна Бурдученко была родом из Киева. Училась там в театральном институте. И первую роль получила в фильме «Иванна», когда ей было всего 19 лет. Актрисе предсказывали большое будущее, светлое, чистое лицо, большой талант. Я люблю земную жизнь, Пан Герет. И никогда не предам тех, кто борется. В фильме «Иванна» она играла дочь католического священнослужителя, которая становится антифашисткой и отказывается от веры в Бога. И в конце срывает с шеи крест. Когда фильм пошел за границей, и его увидел Папа Римский, между прочим, Ватикане, он очень гневно с фильма судил и, более того, направил письмо сюда в Россию. Он негодовал по поводу вот этой сцены и, в частности, роли, которую играет Инна Бурдученко. А Инна получила большое признание после этой роли. Она была красавица необыкновенная. Можно считать это совпадением или увидеть в этом знак, но в течение двух лет семь человек из съемочной группы антирелигиозного фильма «Иванна» ушли в мир иной. Инна Бурдученко погибла на съемках фильма, который изначально назывался «Так никто не любил». По сценарию, героиня Инны Бурдученко, пламенная комсомолка, рискуя жизнью, спасает знамя из горящего дома. Строение вспыхнуло быстро и разгоралось все сильнее. Первый дубль должен был стать последним. Работали три камеры. Это очень хорошо. Это говорит о том, что режиссер, оператор понимают всю, так сказать, опасность этой съемки. Три камеры, значит, один дубль, три дубля имеем. Каждая камера с своего ракурса снимет этот все. И, наверное, на этом можно все закончить. Казалось бы, что тут играть? Быстро забежать, схватить знамя и скорее назад. Но режиссер был недоволен Инной. Ему показалось, что дубль был неубедителен. И он настоял на втором, а потом и на третьем дубле. И так получилось, что она зашла и должна была быстро пройти, но у нее застрял каблук где-то там в половице. И она замешкалась, и в это самое время рухнуло перекрытие и ее накрыло. И шахтер из Мостовки, молодой парень, бросился и вытащил ее. Сам обгорел. Но было поздно. Обгорело 80% кожи актрисы. Такие травмы называют несовместимыми с жизнью. Члены съемочной группы были в состоянии шока. На их глазах умирала красивая молодая женщина, в глазах которой был ужас от страшной боли. Вот у нее единственное, что осталось, лицо, не тронутое огнем. И вот она вся была обожжена, боль невыносимая, глаза, говорят, на этом умирающем лице, они были, как просто прожектора светили, настолько она была хороша. Зрители сдавали для актрисы кровь и даже кусочки кожи, но спасти ее не удалось. Ей было всего 22. У нее остался маленький ребенок. Трагедию на съемках фильма в Москве решили скрыть. Об этом не писали в газетах, старательно замалчивали информацию на мусфильме. Но в актерской среде страшная новость распространилась быстро. Все говорят о том, что вот ее проклявер римский папа, поэтому с ней это случилось. Она отказалась от креста и с ней поэтому это случилось. Она отказалась от Всевышнего и с ней вот такое произошло. Потребности в третьем дубле не было никакой. Была совершенно очевидна вина режиссера. Анатолий Слисаренко получил за смерть актрисы 4 года лишения свободы. Картину доснимал другой режиссер Сергей Параджанов. Но несмотря на огромный талант, не смог сделать из нее шедевр. В прокат она вышла под названием «Цветок на камне». И зритель на нее не пошел. Пустое проходное кино. Бессмысленная жертва непонятно ради чего. Этот фильм в общем-то стал трагическим я так думаю для всех, кто в какой-либо мере с ним соприкасался. И невольно подумаешь, а может действительно существуют какие-то высшие законы, о которых нам неведомо. И которые наверное даже актерам нельзя переступать. Актеры часто ездят в киноэкспедиции и долго живут вдали от дома, снимаясь, как говорят киношники, на нужной натуре. Как правило, такая работа выжимает из всех последние силы. Время ограничено, снять нужно очень много, работают все круглые сутки. Осенью 74-го Василий Шукшин снимался в фильме «Они сражались за Родину». Съемки проходили в станице Клецкая Волгоградской области. Стояла страшная жара. Прямо на дону стоит пароход четырехпалубный. Это костюмерная, реквизиторская, столовая, монтажная. Все на этом пароходе. Сто метров от парохода съемочная площадка. Никакого транспорта. Все пешком ходят. Жара градусов 40. Необыкновенное жаркое лето. Но Шукшин не жаловался на нездоровье. Не жаловался. В то время Шукшин одержим идеей снять фильм по своему роману «Я пришел дать вам волю». Главный герой в нем Стенька Разин. Образ, который был главным в жизни Шукшина. Зачем же ты его связал, Коля? Ну а как же? Его же связали когда? Нет. Его же казнили. Нет. Это он казнил Романовых. Он может быть первый на Руси поднял руку на тирана. Это мечта жизни была. Вот он к этому пришел. Все остальные картины, которые он делал, эти печки-лавочки, живет такой парень. Это все была прелюдия к этой гигантской большой картины, где он должен был выйти совершенно на другой уровень, как режиссер. С идеей фильма о Разине Шукшин носился 10 лет. Но киночиновникам проект не нравился. Руку помощи в итоге протянул Сергей Бондарчук, выбил разрешение на съемки. А пока идут подготовительные работы, пригласил Шукшина сыграть Лопахина в своем фильме «Они сражались за Родину». Я не представлял и не представляю себе фильмы «Они сражались за Родину». Без участия Василия Шукшина. Шукшин согласился, чтобы поучиться у большого мастера снимать массовые сцены. Мне погибать совсем другое дело. Я пошел лакобель жизнью со всех сторон нюхал, но когда таких вот ребятишек... Мы гуляли до 12 часов ночи. Сутки осталось до его смерти. Ровно сутки. Все эти часы, что я с ним гулял, Василий Макарович мне говорил только Степане Разине. Это был маньяк. Это была какая-то... Ни о чем другом он говорить не мог. 2 октября 1974 года страну облетела трагическая новость. Во время съемок фильма «Они сражались за Родину» умер Василий Макарович Шукшин. Всенародно любимый писатель, актер, режиссер. Смерть Василия Шукшина на съемках фильма «Они сражались за Родину» была внезапной и очень странной. И его вдова не верят в официальную версию. Все, что происходило в дни прощания с Шукшиным, Лидия Федосеева Шукшина помнит смутно. Потрясение было настолько сильным, что жить она могла только употребляя сильные успокаивающие средства. Но одна мысль пульсировала в голове постоянно и не давала покоя. У него не могло остановиться сердце. Я в свое время была, когда у Влада Листьева на его программе ему сказал, я очень хочу сделать эксгумацию. Он говорит, кто вам разрешит? Многие говорили потом, Шукшин много пил и в тот вечер перед смертью снова заливал в себя водку в компании коллег. Актерские посиделки после съемочного дня обычное дело. Жара плюс теплая водка, вот тебе инфаркт. Эту версию описала в своей книге «Не плачь, казачка» Нонна Мордюкова, которая приезжала на съемки фильма «Они сражались за родину» к своему мужу Вячеславу Тихонову. Он мне рассказывал, когда приехала Нонна Викторовна, ну степь там, рыба, казаки ее любят, все обожают, да, и она хлобыстного, стакан водки, все, не шушим вообще. А она говорит, нет, он выпил, почти 8 лет он не пил. В общем, у нас разразился с ней такой диалог, очень неприятно она меня оскорбляет, а я просто говорила, что не надо писать того, чего не было. Это для меня, меня просто дико это обидело, и я возмущена. Перед тем, как лечь спать, Василий Шукшин общался в своей каюте с Георгием Бурковым. Георгий Бурков был близким другом Шукшина, очень много сделал для сохранения памяти о нем, поддерживал потом семью писателя. Но никогда не говорил с довой о том, что считает смерть Василия Макарыча насильственной. А вот Александру Панкратову-Черному о своем подозрении однажды сказал. Один раз они сидели, выпивали, и Бурков рыдая, значит, Сашка, только никому не говори, но вот он не умер своей смертью. После смерти Шукшина проводилось вскрытие, которое выявило, что на сердце писателя было несколько рубцов. Шукшин на ногах перенес пять микроинфарктов. Его сердце было изношено, и действительно могло отказать в любую минуту. Он ночью умер у себя в каюте. Видимо, он умер во сне, он не кричал, никто не слышал ничего, в полной тишине он умер. Через 10 лет еще один его друг, писатель Василий Белов, стал, как и Георгий Бурков, говорить о том, что на теплоходе, на котором жила съемочная группа фильма «Они сражались за родину», в ту ночь произошло убийство. Он в этом убежден. Он обвиняет в этом ростовское КГБ. Эта точка зрения, эта гипотеза разделялась тогда многими писателями, которые хорошо знали Шукшина. Семидесятые были самой счастливой с точки зрения простых обывателей эпохой советской власти. Но людям ярким и творческим было очень душно. Любое инакомыслие пресекалось, шла охота за диссидентами. В год смерти Шукшина из Советского Союза уехал Виктор Некрасов. Остался в США Михаил Барышников. В Париже при странных и до сих пор невыясненных обстоятельствах погиб Александр Галич. Лишен советского гражданства и выслан из страны Александр Солженицын. Выдавлены за границу Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. На полку положили фильм Андрея Тарковского «Зеркало». Пятое управление, которое следило за диссидентами, оно ну, фактически, фактически сделало политическими заключенными сидело в тюрьмах тогда 17 тысяч человек по всем диссидентским статьям. Всенародный любимец Василий Шукшин не очень нравился власти, поэтому понятно, почему в среде творческой интеллигенции рождались версии об убийстве писателя и режиссера. Человек был непримиримый, злой, правдивый и можно думать, что он уже мешал власти. Александр Панкартов-Черный будет рассказывать, что чувствовался запах корицы. Это так называемый инфарктный газ, который пускают, и вот что вызывает разрыв сердца. Люди, которые первыми увидели тело Шукшина, говорили, что всех удивила неестественная, скрюченная поза писателя. Версии о том, чем именно была вызвана смерть, стали рождаться тут же, и многие из них вообще похожи на фантастику. Ведь за Шукшиным следили, и был человек, он знал, что этот человек из органов, и что он за ним следит, и неожиданно этот человек появился на съемках, они сражались за Родину. Возможно, он заглянул в окно к сидящему в своей каюте Шукшину, и тот просто от разрыва сердца умер, потому что он очень испугался, когда увидел этого человека. Но ни одна из версий доказательств не имеет. Да их никто серьезно и не искал. В истории остался факт, сердце Василия Шукшина не выдержало перегрузок во время тяжелых съемок жарким летом 1974-го. Артисты, к сожалению, или к счастью, они все-таки вживаются и проживают и проливают кровь и погибают рано от того, что вот они не видят границы между ролью и своей собственной жизнью. Мы получаем выдающихся актеров, да? А для актеров, наверное, это плохо. Они рано уходят из жизни, уходят часто очень трагически. В молодости Андрей Краско снимался мало и удачных работ у него почти не было. Знаменитым его сделала картина Владимира Хатиненко «72 метра». Славу актер заработал в 47-е. Товарищи подводники, торпедная стрельба выполнена. Я даже выскажу крамольную мысль. Вообще, Андрюша вот родился, чтобы сыграть эту роль. Вот он родился, чтобы сыграть роль Гена Иначара. И дальше на Краско посыпались предложения об участии в фильмах разных жанров. Его колоритная фактура была на расхват. С одной съемки на другую, из одного края страны в другой. Особенно ему удавались роли простых мужиков с приветом, веселых и всей стране родных. Жена, сука, домой не пускает. Он был разнообразный, очень народный артист вообще. Он же сразу пришелся как-то вот всем по сердцу, потому что в нем какие-то вот точные, народные, российские, как бы, так сказать, черты были. Это ж поэзия! Это ж былины мамкина норка! Но, как и у многих других представителей актерской профессии, у Андрея Краско были сложные отношения с алкоголем. Водка помогала ему переживать невостребованность и быстро превратилась в почти ежедневный допинг. И когда Краско получил заслуженный успех, он не мог начать другую жизнь, в которой нет места за поем. Все режиссеры знали, что Краско в любой момент может вывалиться из процесса и съемки придется остановить. Но звали его на свой страх и риск, потому что это был действительно очень талантливый актер. У меня категорический запрет на площадке, чтобы кто-то был под мухой. Один эпизод у нас оставался на гибели империи, и Андрей что приехал, чуть-чуть под мухой как-то говорится. и я для него сделал исключение. В силу моей к нему симпатии, просто такой исключительной симпатии. Летом 2006 года он снимался в фильме Сергея Урсулюка «Ликвидация». Режиссер ему сразу поставил условие. Появление на съемочной площадке в нетрезвом виде невозможно. Андрей Краско уверял, что недавно, как говорят в народе, зашился и никого не подведет. Но вдруг стало понятно, он снова пьет и чувствует себя все хуже. ему нужны специальные медицинские процедуры, которые очистят кровь и снимут тяжелый абстинентный синдром. Мы пасли его целый день, к вечерней смене, к сожалению, он был опять не в форме. И я даже его не видел. Он попросил отвезти его не в одесскую больницу, а договориться где-нибудь вне Одессы, чтобы там привели как-то в норму. Андрея Краско посадили в машину и повезли в ближайший городок. В машине актеру стало плохо, и он умер от инфаркта на глазах у сопровождавших его коллег. Быстро и для всех совершенно неожиданно. Не жара тому причины и не, так сказать, и не интенсивность работы, и уж тем более не то, что он за несколько дней до этого сыграл смерть фильма. Это все ерунда. Причины прозаические. После его смерти выяснится, что у него осталось много детей от гражданских браков и обиженных вдов. Родственники перессорятся из-за наследства, а пресса найдет немало мистических знаков, которые говорили, что жить актер будет недолго. На самом деле все гораздо проще. Краско жил на пределе возможностей сердца. Много работал, много переживал, и сам, и вживаясь в образы других людей, много пил мало спал, не имел спокойного, счастливого дома. Инфаркт был неизбежен. Краско ужасный финал, конечно, и рано так. Он только-только стал известным актером, только-только получил эту славу роли, которой они собственно живут. 5 мая 2002 года в 8 вечера в больницу города Сочи поступил молодой мужчина, чье лицо всем показалось очень знакомым. Вскоре стало известно это Андрей Ростоцкий, популярный актер и режиссер. Я не хочу войны, я разлюбил войну. Его прославила картина «Эскадрон гусар-летучик». В первый год ее посмотрели 23 миллиона зрителей, и вся страна была очарована главным героем, поэтом и гусаром Денисом Давыдовым. Ему это очень нравилось. Если бы он родился в 19-18 веке, это бы просто его стихия была. Даже не столько может быть кино играть, как почувствовать, быть в этом. Он знал про все виды вооружений, экипировки, снаряжения, тактики, стратегии всей Наполеоники, всего этого периода. Любая награда, любой орден, любое звание, способы отдания чести, правила верховой езды. Я люблю кровавый бой. В финале фильма он подходит к коню, у которого ни седла, ни стремян. Снимает шеи платок и скачет потом, управляя лошадью с помощью куска тонкого шелка. учиться на бешеной скорости по российским просторам, над ним небо. Такой вот символический кадр, триумфальный кадр, очень красивый. Вот конь и ссадник, они как-то единое целое. Андрей Ростоцкий родился в кинематографической семье. Отец известный режиссер, классик Станислав Ростоцкий. Мать актриса Нина Меньшикова. Кем быть вопрос не стоял никогда, только кино. Молодой, в прекрасной физической форме, он был актером, дублер, которому не нужен. Хорошо знаю актеров, конечно, это люди, особо психики, конечно, это же абсолютно больные люди, если так вот говорить с точки зрения абсолютно здравого, спокойного смысла. Конечно, но это хорошо, это счастье наше, что у нас есть такие актеры. Все рвался делать сам, в основном все трюки делал, сам в основном за редким исключением. Он не боялся, и это был его конек, можно сказать, вот именно вот такое каскадерское начало. В разных фильмах он пять раз сыграл Николая Второго, но больше ему нравилась работа, где было много испытаний на физическую прочность. Далекие экспедиции, гонки на автомобилях, участие в скачках, охота. Жизнь Ростоцкого всегда бурлила, как ему казалось, настоящими мужскими делами. В конце 90-х он начинает пробовать себя в режиссуре и в мае 2002-го начинает подготовку к фильму «Моя граница». Отправляется выбирать натуру в Крым на скалы возле водопада «Девичьи слезы». И вот они с двоюродным братом Феликсом Ростоцким пошли смотреть место, где они должны были снимать. И вдруг Феликс говорит, я не успел оглянуться, как он уже летит на эти камни. Ростоцкий упал на острые камни с 30-ти метровой высоты. В прессе потом писали, что он был пьян, но свидетели трагедии доказали, что ни в тот день, ни до этого Ростоцкий не пил. Была еще одна красивая версия, что актер хотел сорвать цветок для девушки, в которую был тогда влюблен. Но и она неправда. Скорее всего, Ростоцкий просто хотел выбрать хороший панорамный вид и нога его попала на так называемой подвижной камень. Ну, вы знаете, официальная версия не устраивает никого, ни родных, ни близких, ни друзей, всех, кто его знал. С ней смирились за неимением иной. А в июле того же года погиб еще один актер, который пробовал свои силы в режиссуре. Съемки фильма Сергея Бодрова с весной проходили в Северной Осетии, в Кармадонском ущелье. Сергея Бодрова была влюблена вся страна. Известие о том, что он и его съемочная группа пропали без вести, вызвало шок. Все страдали невероятно. Но абсолютный идеальный тип, визуальный тип, человеческий тип, генотип этого времени. Не стреляй, пожалуйста. Не убивай меня. Брат! Не стреляй. Ты брат мой. Ты же не вместо отца был. Режиссер Алексей Балабанов пригласил на главную роль в своем фильме непрофессионального артиста, просто своего знакомого. И Сергей Бодров стал кумиром миллионов. Его так все и звали, как героя картины. Данила. Меня Данил зовут. Я могу сравнить только с Юрием Гагарином. Юрия Гагарина так любили, как любили Бодрова и любили его героев в фильме «Брат». Это был первый, не просто красивый и классный парень, это был первый очень интеллигентный герой новой эпохи, кандидат искусствоведения, а еще телеведущий, который выступал в то время в главной программе страны. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы смотрите «Взгляд», и мы продолжаем искать людей, для которых, естественно, делать что-то хорошее. Он был необыкновенно симпатичен. Огромному количеству думающих вообще людей, населяющих нашу страну. В 2001-м он написал сценарий фильма «Сестры» и выступил потом в роли режиссера. Фильм захвалили критики, посмотрела вся страна, Бодров сыграл в нем эпизодическую роль. Ну что, телохранитель пойдешь к нам? Пойду. Ну забили. Вот растешь, заберу тебя. После «Сестер» он взялся за сценарий картины «Связной» и говорил, что в фильме будут и бандиты, и заложники. В общем, все, что сопровождает нас в жизни. Под популярное имя Бодрова дали деньги, и он поехал в Северную Осетию. 19 сентября сняли эпизод в Зеленокумске, в тюрьме. Анна Дубровская вспоминает, что ей в застенках было очень страшно. И очень мучили духота и жара. Страдали все, кроме воодушевленного Сергея Бодрова. На следующий день группа уезжала в горы, в Кармадонское ущелье. Говорят, что это там безумная какая-то красота. И ребята мне говорили, я помню очень хорошо, вот слова Дани Гуревича, который сказал, «Анька, как жалко, что ты с нами не едешь туда, потому что это самое красивое место на Земле». 20 сентября 2002 года был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон. Когда-то цветущий край за 20 минут превратился в безжизненную пустыню. Ледник Колка двигался со скоростью 200 километров в час. Поток грязи, льда и камней продвинулся почти на 20 километров по долине реки Диналдон. Под ним оказалось 113 человек, в том числе съемочная группа по главе с Сергеем Бодровым. В короткие сроки к Верхнему Кармадону были стянуты значительные силы МЧС и других экстренных структур. Начавшиеся спасательные работы дали надежду. Вдруг удастся пробраться к похороненным заживо людям. Но чем больше работали спасатели, тем больше становились уныние и страх всех, кто был в те дни в Карматоне. Тысячи кубометров селевой массы затопили всю равнинную часть ущелья, перемололи все практически в пыль. Шансов выжить в таких условиях быть не может. Постепенно приходило вот это жуткое совершенно осознание того, что люди погибли. Уже было понятно, что их не найдут. Уже прошел месяц, уже понятно было, уже экспедиция... Еще год входили разговоры, что да, съемочная группа погибла, а Бодров где-то вышел и жив. Сразу после трагедии в Кармадон приехали десятки добровольцев со всей страны, разбили рядом лагерь и помогали сотрудникам МЧС. И продолжали поиск, когда надежда умерла у всех и спасатели из ущелья уехали. Но в августе 2003 года все поисковые работы прекратились. Но ни близкие, ни друзья, ни многомиллионная армия фанатов Сергея Бодрова так и не нашла в себе сил поверить в то, что его больше нет. То же самое ходило во время, когда Гагарин погиб. То же самое говорили, что вот, скрываю, он-то жив, он спасся где-то там в лесу, выполз и так далее, так далее. То есть народ, когда погибают их любимчики, он не хочет верить в эту смерть. Вот он своей смертью, мне кажется, нам подал сигнал, нам сделал невероятный жертвенный жест, чтобы мы пережили, подумали, не отпускали от себя, когда его показывают фильмы, чтобы мы каждый раз поставили какой-то вопрос, почему это произошло, куда это ушло, что вместо Бодрова, как героя вот своего десятилетия. Субтитры создавал DimaTorzok